Итоги пятницы в Казахстане. В студии Каплюс Алексей Рыблов. Здравствуйте. На борьбу с паводками в стране потратят свыше 14,5 миллиардов тенге. Это больше 96 миллионов долларов. Почти четверть этих денег пойдет на спасение от паводка столицы. Об этом сегодня заявил вице-министр ПЧС Республики Жанбулат Смаилов во время антипаводковых учений. Замминистр лично проверял готовность коммунальных служб к паводку. 5,5 миллиардов тенге в основном потратят на вывоз снега со столичных улиц. В Астане круглые сутки будут дежурить полицейские, медики и пожарные, готовые оказать помощь в районах подтоплений. По словам Жанбулата Смаилова, паводок уже прошел в Южно-Казахстанской и Казалардинской областях. Большая вода ожидается в восточном регионе страны, куда вместо запрошенных Акимом области 33 миллиардов тенге профильное министерство смогло выделить дополнительные 500 миллионов. В столице же пик паводка придет на дни празднования Наурыза. Паводковая ситуация продлится до середины апреля. Левый берег, правительственные дома, резиденция акварта, все эти нюансы надо смотреть. Ну и самое главное, население города, чтобы не пострадало. Не дай бог, чтобы какие-то колодцы зальет, где-то замкнет, не дай бог, человеческие жертвы. Не может быть такого. Ну, и на старуху бывает проруха, не так-то так не говори, но надо готовиться, хорошо? Положено, не положено. Жители южно-казахстанского поселка Каракалпак, наиболее пострадавшего от январского наводнения, жалуются на неполноценную выплату компенсации. Люди уверены, что чиновники неправильно произвели подсчет ущерба, нанесенного водной стихии. В местном Акимате заявляют обратное. Деньги выплачивают и в полном объеме, а жалобы исходят от жителей, которые пытаются извлечь выгоду из этой ситуации. Наводнение застегло семью Кадыровых врасплох. Вода с неимоверной скоростью наполняла времянку, где ночевали семеро их детей. Пока глава семейства и Крам вместе со своей женой переносили детей в дом, воды было уже по колено. В ту ночь им было не до своего хозяйства. Спасти скот им не удалось. У меня весь дом в трещинах. 158 баранов утонуло. Власти, конечно, выделили деньги, но я ничего не смог купить. По 25 тысяч тенге баран. Многодетная семья жалуется, что компенсацию за погибший скот выделили мизерную. Всего 15 тысяч тенге за овцу, а реальная цена 25 тысяч. Разведение скота – это единственный источник заработка в семье, жалуется Нарсомед. Погибло стадо, водой снесло заборы, сарай, а в домах появились трещины. Женщина утверждает, что потапливает и хаул ежегодно, но местные чиновники закрывают на это глаза. К Акиму мы обращались. Они говорят, что надо выделить с бюджета денег. Но нам за это 13-й год выделили, а раньше не выделили, говорят. Не знаю, Акимы куда смотрят, не знаю даже. Ночью придут, сотками фотографируют. В Акимате уверяют, ничего подобного. Специально созданная комиссия тщательно обследует каждый дом. Но вот нечистоплотность самих крестьян их просто пугает. Чиновники убеждают, что некоторые жители идут на любые хитрости, чтобы заполучить компенсацию. Трещины, которые в некоторых домах, которые написали нам заявление, трещины были раньше, чем, например, в январе этого года. То есть старые трещины показывали как новые для хозпостройки. У некоторых документы не в порядке. То есть госакт все есть, а не зарегистрировано, техпаспорта не указано. Но тоже мы сейчас пошли на встречу, сейчас документы подготовим. Деньги у нас есть в фонде. Оценочная группа уже дала заключение. И только мы на днях будем проплатить. Четыре населенных пункта в Сарагашском районе пострадали от наводнения 11 января этого года. Ущерб, нанесенный водной стихией, составил 460 миллионов тенге. Тогда местные власти заявили, что просить помощи у области они не намерены справиться своими силами. Но их энтузиазма и финансов хватило лишь на частичную компенсацию хозяевам 16 домов, а пострадали 36. 20 оставшимся семьям помощь не положена, заявили чиновники. Малика Аскарова, Равиль Хамидов, Сарагаш, Казахстан. Вице-министр нефти и газа Казахстана Бирик Тулумбаев подал в суд на оппозиционного политика Булата Абилова. Поводом для иска стала пояснительная записка на блоге агентства по делам госслужбы, оставленная неизвестным лицом. Кстати, на сайте ведомства ее уже нет. Записка посвящена сделке восьмилетней давности. Она была заключена между Абиловым и Тулумбаевым. Последний купил 49% акций автоцентра «Тойота Цуси Бутя» на сумму почти 3,5 миллиона долларов. При этом якобы была устная договоренность. Почти 5% акций Тулумбаев передаст гендиректору автоцентра Андрею Чередникову. Но тот не получил ни ценных бумаг, ни дивидендов. Почему вице-министр обиделся на бизнесмена политика, пока непонятно. Булат Абилов об иске знает, комментирует его пока неохотно. Процесс в медицинском суде в Алматы состоится 26 марта. В Алматы прибывают делегаты-оппозиционеры из разных регионов страны. В эти выходные им предстоит участвовать в собрании по проведению референдума. Пока не согласны из регионов, рассказывают, легка ли была их дорога в южную столицу. Юлия Панкратова передает прямо с перона вокзала. Эта делегация только что приехала из Мангастауской области. Активисты будут представлять Запад на собрании по инициированию референдума. Добраться до Алматы стоило усилий. На нас было оказано сильное давление. Молодежь осталась. Вообще-то должен был мой сын приехать, но его не оставили в покое. Ему говорили, ты до сих пор не сдал билет. Два дня прессовали. Давление было. Еле-еле добрались. А в эту гостиницу заселяются актюбинцы и козлординцы. Точное количество прибывших делегатов они не сообщают. Опасаются давления властей. В Алматы приехали не все. Адамресурс сделал свое привычное дело. Со слов самих делегатов, которые отказались, мне было известно, что ими задействована была внутренняя политика, именно городской отдел внутренней политики, Акимат. Ну, в основном с Акимата. Кто-то предлагал работу, кто-то прям с вокзала. Именно Кармакчинский район два человека прям с вокзала, с поезда сняли. Такой поворот оргкомитет прогнозировал изначально, говорит социал-демократ Амиржан Касанов. На план А есть план Б. Кворум должен быть при любой политической погоде. У нас есть свой план. Пусть власти не думают, что мы уповаем только на эти делегации. У нас есть другие планы, о которых я бы до завтрашнего собрания не хотел бы говорить. Собрание по инициированию референдума пройдет завтра в здании казах-концерта. На плебисцит будут вынесены четыре вопроса. Выборность Акимов, строительство АЭС в Актау, выход из таможенного союза единого экономического пространства, а также национализация ведущих предприятий страны. Юлия Панкратова, Боужан Идрисов, Алматы, Казахстан. Сегодня административный суд Алматы с третьей попытки приговорил участника акции протеста против повышения цен на тарифы Халилхана Адильхана к штрафу в размере 34,5 тысяч тенге. Мужчина нигде не работает, а пособия по инвалидности явно не хватит на погашение административного взыскания. Репортаж Анны Кужниковой. Этого поющего человека зовут Халилхан Адильхан. Ему 51 год, он бунтарь со стажем. В 86-м году он участвовал в декабрьских событиях. Год назад был замечен на митинге несогласных. Последний протест Адильхана датируется 1 марта. Тогда он вышел, чтобы сказать решительное нет, росту цен на комуслуги, продукты питания, бензин и проезд в общественном транспорте. Украли все богатство Казахстана, это же невозможно. В Астане сидят жирные, как свиньи, но ничего не делают для народа. Миллиарды, миллиарды украли. Почему мы нищие? 23 года независимости, а мы бедно живем. Судья Жанна Нургалеева провела судебное заседание ТЭТ-АТЭТС подсудимым. Суд признал Адильхана правонарушителем и постановил выплатить 34 620 тенге штрафа за участие в несанкционированном митинге. Мужчина нигде не работает, он инвалид по слуху. Живет на мизерное пособие. Сам безработный, но как-нибудь летом думаю, заработаю. Я иногда там молодой музыкантом хожу, в молодости музыкантом был. Этот штраф никак не повлиял на политические воззрения Адильхана. Свои вокальные данные он намерен продемонстрировать в 1 мая. Обещает собрать половину женского населения Алматы. Халилхан против такой гендерной уравниловки, когда пенсионный возраст женщин, хорошо обеспеченный высокопоставленный мужик, подогнали под мужской. Анна Кужникова, Павел Энгельгард, Алматы, Казахстан. Отныне чиновники, чьих подчиненных уличили в коррупции, будут обязаны покидать свои кресла. Такую инициативу выдвигают в правящей партии. Ее уже прописали в соответствующем законопроекте. Собственно, идея не нова. Ее давно вынашивает главный борец коррупции при Нуратане Уралбай Абдекаримов. Но, похоже, однопартийцы сенатора не очень приветствуют новшества. Почему, расскажет санатор Налеев. Сенатор Уралбай Абдекаримов сегодня в центре внимания. На заседании главного антикоррупционного ведомства он в качестве почетного гостя. Еще бы! Инициатива, которую парламентский Аксакал вынашивает несколько последних лет, наконец-то обрела законодательную форму. Суть ее проста. Сейчас мы вносим новый законопроект, чтобы непосредственно руководитель нес личную ответственность. Для того, чтобы, если его подчиненный пойман со взятки, то он должен подать в отставку. Уже его руководство будет решать, приняты отставку или нет. Случаи, когда чиновники из-за своих подчиненных добровольно уходили в отставку, были. Но они единичны, сетуют главный борец коррупции при правящей партии. На вскидку вспомнил только лишь одного Нурлана Рахметова, экс-председателя налогового комитета республики. Но воровать и брать взятки отечественные мытари не перестали. Об этом заявили финполицейские. По их данным, только в прошлом году на взятках погорели 90 фискалов. Как показала практика органов финансовой полиции, в отдельных случаях сумма взяток варьируется от нескольких тысяч до нескольких миллионов тенге. Критику в свой адрес главный налоговик страны Ануар Жумадильдаев в зале заседания выслушал молча. А уже в кулуарах заявил журналистам, повторять пример своего предшественника Нурлана Рахметова и добровольно слагать с себя полномочия не собирается. А вот его подчиненные и без фактов коррупции сами уходят. Текучесть кадров в налоговых органах высокая, потому что зарплата мизерная, посетовал Жумадильдаев. У нас много фактов, когда сотрудники сами увольняются и уходят на службу в частной структуре. Я же все это вижу. Как начальник заявление об увольнении подписываю. Причина в низкой заработной плате. До 91-го года у нас по сравнению с другими органами зарплата была намного выше. При ведомстве существовал денежный фонд, из которого поощрялись сотрудники. Таких возможностей у нас сейчас нет. Как бы то ни было, в скором времени, таким как Ануар Жумадильдаев, в чьем ведомстве, со слов кинополицейских, царит разгул коррупции, будет непросто. Инициатива нарутановцев в виде законодательных поправок уже в ближайшее время поступит в парламент. Но, как отмечают эксперты, даже если парламентарии законопроект примут, а глава государства подпишет его, вряд ли стоит ожидать в стране повальных отставок. Ведь чиновничья рать сплошь и рядом состоит из представителей партии власти. Сана Турналиев, Виктор Гуц, Астана, Казахстан. В Павлодаре вынесли приговор пограничнику, задержание которого 5 месяцев назад обернулось стычкой между представителями погранслужбы и финансовой полиции. Военнослужащему поста Орлю Тюбе Марату Макатову, обвиняемому в получении взятки, дали 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Напомню, инцидент на казахстанской российской границе произошел в октябре прошлого года. Финансовые полицейские пытались задержать контролера поста Орлю Тюбе при получении взятки. Однако коллеги военнослужащего заступились за него, после чего между представителями двух силовых ведомств завязалась потасовка. В итоге уголовное дело против Марата Макатова все же возбудили. Сегодня военный суд семейского гарнизона приговорил его к 7 годам лишения свободы. Родственники осужденного остались недовольны вердиктом. Они уверены, Марат попросту стал козлом отпущения. Это скорее всего им сверху позвонили, типа показатель, вот пусть нашли козла отпущения Макатова и хотят его засадить. Там уже не важно, кто он, брал он, не брал, вот вам показатель, вот вам, типа вот вы, пограничники такие-сякие. Голодовка как инструмент достижения консенсуса. Глава строительной компании из Восточно-Казахстанской области объявил бессрочную голодовку. Константин Липерт отказывается от еды уже больше недели в знак протеста против чиновников, которые не хотят принимать школу, построенную его фирмой. Бизнесмен заявляет, что не станет есть до тех пор, пока власти не изменят своего решения. Тем временем дети, для которых и возводилась новая школа, вынуждены учиться в полуразваленном здании. Когда они смогут сесть за новые парты, выясняли корреспонденты. С недавних пор медики стали чаще наведываться к Константину Липерту. Врачи обеспокоены состоянием мужчины, рацион которого вот уже больше недели состоит исключительно из воды. Давление повышено в 150 на 90 на обеих руках, но активных жалоб нет у пациента. Ну, может быть, он что-то немножечко недоговаривает. Объявить голодовку главу строительной компании вынудили чиновники, которые не хотят принимать школу, построенную его фирмой по государственной программе «100 школ, 100 больниц». Так вот, одну из этих 100 школ еще в прошлом году компания Липерта возвела в селе Ак-Кайнар. В отдаленном населенном пункте, где до сих пор дети учатся в деревянной полуразрушенной школе с печным отоплением. Однако госслужащие отказались подписывать акт о приемке нового здания школы. Для того, чтобы сдать эту школу, так скажем, я не нашел нужных ресурсов. Ну, решил воспользоваться этим ресурсом. Голодовка, как необходимый ресурс, пока не дала результатов. Причиной для отказа принять здание в эксплуатацию стал материал, использованный при строительстве компании Липерта. Вместо кирпича были выбраны полистиролбетонные блоки. Сначала чиновники одобрили изменения в проекте, но по завершении работ заявили, что ни о каких корректировках и речи быть не может. При этом представители Акимата заявляют, в том, что учебное заведение еще пустует, виноват сам застройщик. Я вот посмотрел прессу, где говорится, что господин Липерт свою голодовку объявил все-таки из-за того, что у него одна мысль, что дети не учатся. Это не его заслуга, я еще раз повторяю, что строится школа, что дети будут учиться в новой школе. Его заслуга в том, что он не сдал объект в срок. Между тем, детям, для которых и строилась новая школа, нет дела до того, кто виноват в произошедшем. Сегодня они продолжают учиться в старом здании, которое больше похоже на барак, и мечтают сидеть в красивых кабинетах за новыми компьютерами. В Астане все дети учатся в новых школах, но нам тоже охота, как они учатся в новых, таких красивых школах. К слову, в Акимате пообещали, что в ближайшее время школа будет принята и сдана в эксплуатацию. Однако пока в акте о приемке здания не будет нужных подписей, Константин Липерт не прекратит свою акцию протеста. Алибек Жунусов, Руслан Идрисов. Восточно-Казахстанская область. Казахстан. Далевые страсти в столице. Сегодня в Астане выселили еще одну семью. Дверь в квартиру Назгуль Кельдебаевой. Судоисполнители ломали два часа. Все это время внутри находились двое детей. Свидетелями жилищной драмы стали журналисты. Семья попала под постановление правительства «Одна квартира в одни руки». В 2006-м родственники Кельдебаевых оплатили полностью две жилплощади в комплексе «Галите», в которой жила Назгуль с детьми. Акимат перераспределил ее и отдал ее Ирине Воловкиной. У той останчанки это единственное жилье. Задерганные бесконечными тяжбами, обе стороны сегодня действовали принципиально. Первая не подчинялась решению суда, вторая требовала высадиться немедленно. Квартирный вопрос для казахстанцев готовы решить испанские риэлторы. После кризиса 2007 года цены на квадратные метры в Европе упали. Теперь казахстанцев призывают покупать жилье в пределах 35-60 тысяч евро. Это при том, что состоятельные соотечественники уже несколько лет инвестируют в недвижимость ЕС. Испанские шиоле, таунхаузы и апартаменты. Приобрести квадратные метры в Европе предлагают риэлторы на выставке недвижимость и инвестиции. Из Барселоны в Алматы прилетел глава профильной федерации Рамон Риера. Рассказывает, что после кризиса 2007 года цены там на жилье снизились от 40 до 50%. Квартиру в Испании площадью 90 квадратных метров можно купить за 70 тысяч евро, а в Турции того меньше – за 30 тысяч. Сейчас Испания популярна не только в плане покупки недвижимости или развития бизнеса, но и просто для жизни. К данному времени много покупателей из России. Есть и из Казахстана. Это видно по статистике. А еще у нас очень много студентов из разных стран. Есть вероятность, что они тоже останутся жить в Европе. По данным Отечественной ассоциации риэлторов, цены на недвижимость в Казахстане стабильно растут. В Алматы только в марте этого года один квадратный метр стоит в среднем 2000 долларов. И цена еще будет расти. Спрос по-прежнему опережает предложение. Поэтому казахстанцы присматриваются к домам за рубежом. Есть некоторые загранпроекты, которые дают до 26% годовых роста. Поэтому это выгодно, это интересно, и поэтому капитал, естественно, будет в этом направлении идти. Порядок клиентов, которые покупают, это, конечно, бизнесмены. Даже на эти дома, построенные из металлических контейнеров на окраине Алматы, есть спрос. В общежитии семейного типа живет 75 семей. Аренда за комнату примерно в 30 квадратов, в среднем 200 долларов. Выйдите, выйдите, пожалуйста. Объясните, здесь гостиница... Нельзя. Был бы жирнел, что-то гостиница... Да, это общежитие семейный. Пожалуйста, выйдите. Мы бы хотели снять кого-нибудь. Нет, никого не будете снимать. В республике действует программа «Доступное жилье». Но, судя по темпам строительства и ценам на отечественном рынке, доступное жилье для казахстанцев находится не дома, а в Европе. Людмила Экзархова, Александр Платонов, Алматы, Казахстан. Но во всем мире сегодня отмечают День прав потребителей. И журналист Нургали Карабаев выяснял, радоваться или огорчаться по этому поводу казахстанцам. Мать-одиночка Ирина Сапакова стала жертвой мошенников. Шесть лет назад она брала кредит под залог квартиры, но самих денег ей в руки не выдали. Сто тысяч долларов попали по среднику. По словам Ирины, банк даже не стал проверять ее платежеспособность. Хотя финансистов и должно было насторожить то, что горожанка уже имела кредит. Последние три года потребитель финансовых услуг пытается отсудить свое жилье. Как нам везде говорят, что вы, говорит, подписали договор, вы не счете ответственности. Все. Хоть, говорит, тебя по голове ударили, вот ты из банка вышел, два метра отошел, тебя по голове ударили, говорит, и украли деньги у тебя. Нас это не интересует. Отдай деньги. Отечественный потребитель не защищен от рисков, констатирует депутат Мажелиса и по совместительству глава Лиги потребителей Светлана Романовская. Идея чиновников создать еще одну структуру для тех, чьи правонарушены, выводит ее из себя. Не нужен нам еще один госорган, который, у нас много их, знаете сколько у нас, 38 государственных органов, которые защищают права потребителей. Ну и где наши права? Граждане сами не спешат отстаивать свои интересы, полагает один из руководителей КСП Трепнадзора Сергей Акимов. Ну, люди не верят, и им проще потерять там какие-то 500 тенге, 1000 тенге или 5000 тенге, забыть об этом и, как говорится, не связываться, да. Во Всемирный день потребителя Ирина Сапакова даже не знает, радоваться или плакать. В каждую минуту к ней могут постучать в дверь и попросить освободить квартиру. Сегодня в Павлодаре состоялся необычный автопробег. По центральным улицам местные полицейские прокатили разбитые автомобили, попавшие в дорожно-транспортные происшествия. Покореженные машины погрузили на эвакуаторы и отправили в одной колонне по городу. По мнению полицейских, наглядный материал должен повлиять на умы горожан. Завидев разбитые автомобили, люди, может, задумаются, стоит ли нарушать правила дорожного движения. В последнее время в Павлодаре виновниками страшных аварий становятся как водители, так и пешеходы. Как говорят полицейские, порой статистика ДТП похожа на сводки с полей боевых действий. На сегодняшний день у нас на территории Павлодарской области зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, при которых 16 человек погибло и 154 получили различные телесные повреждения. Из них 8 автоаварий совершено водителями в нетрезвом состоянии, при которых 13 человек получили различные телесные повреждения. Гарлем Шейком по решению дисциплинарного совета общественный деятель Бахыт Сыздыкова устроила танцевальный флешмоб в поддержку отчисленных карагандинских студентов. Акция прошла накануне вечером в одном из торговых центров Астаны. Мои коллеги запечатлели происходящее на камеру. О, здравствуйте. Я тут сразу в маске, да, здрасте. Яркая маска, парик и израильская бижутерия. Танцевать Гарлем Шейк в центре Астаны бывшая Мажелесвумен Бахыт Сыздыкова решила именно в таком виде. Как неудобно в парике, как жарко. Эту акцию организовали в поддержку карагандинских первокурсников Кайрата и Эльдара. Студенты Каргату станцевали модный нынче Гарлем Шейк не просто в стенах альма-матер, а на ее столах, за что и были отчислены. За спиной исполняющих провокационные движения случайно оказался патриотический стенд. Вот этот Гарлем Шейк ничего не подразумевал. Станцевали, выложили в ютуб, захотели лайков, кто-то им потыкал, все забыли и все, и этого бы ничего не было, если бы не вот это странное решение. Странное решение уже поддержало Министерство образования и науки в лице представителя одного из департаментов Бахыта Жаутикова. Но вот это Бахыт уверена, пока свое веское слово не скажет министр Жумагулов, точка в деле, еще не поставлена. Министр как член правительства, как наш нуратановец, он просто должен внять просьбу молодежи и восстановить. Мне кажется, это будет очень хороший пример, когда на самом деле, вы знаете, гуманного отношения к людям. Потому что в нашей стране зачастую не хватает именно гуманного отношения к людям. Несмотря на большое количество запостивших приглашения на флешмоб, в торговый центр пришли немногие. Надя Петрова и вовсе проходила мимо. Узнав, что происходит, идею поддержала сразу. Они с группой уже танцевали. Гарлем Шейк говорит, всем педагогам понравилось. В защиту популярного танца у девушки свои доводы. Почему мы должны отставать от всех? То есть Казахстан, я не считаю, что это какая-то прям такая страна, что она должна чисто... Это не определенный свой мир. Мы живем во всем мире, то есть в мире есть мода. И так же Казахстан ее поддерживает. Нам нравится эта мода, и мы это делаем. Таких симпатизирующих моде в итоге собралось человек 20. Зрители постарше недоумевали. Молодежь происходящее веселила. После долгих подготовок Гарлем Шейк наконец состоялся. КОНО ТЕРОРИТА КОНО ТЕРОРИТА Замзагуль от Драхманова, Ермек Амиров из Астаны, Казахстан. И на этом пока все. Итоги недели, как обычно, в воскресенье в программе «Власть Кейзет». А я прощаюсь. Хороших вам выходных. КОНО ТЕРОРИТА КОНО ТЕРОРИТА